МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа 7 дней из студии Шатаминов. Я приветствую всех наших телезрителей. Смотрите сегодня в нашей программе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА То есть закрыли торговые центры, потому что это легко очень проконтролировать. Но в то же время открыты рынки, продовольственные, промтоварные. Сказали нам всем закрыться, но субсидий мы вам никаких не дадим. Астрахань, ограниченный локдаун, жизнь с оговорками и ждать ли нам такой сценарий? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Под угрозой закрытия 15 школ в Кукмарском районе не откроются 1 сентября. Не станет ли деревня географическим фантомом? Тянет само место, тянет купель. И ты на самом деле настолько заряжаешься такими эмоциями. Место силы и точка опоры. Святой ключ вблизи Елабуги. Место притяжения и объединения. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приходится начинать программу с печальных новостей, потому что я пришел сюда сразу после похорон. На 72-м году жизни в Казани скончался наш верный соратник, сподвижник, коллега Талгат Фадхолович Сабитов. Коллектив телерадиокомпании «Новый век» скорбит о невосполнимой потере и выражает глубокие соболезнования его родным и близким. Талгат Фадхолович всю свою жизнь посвятил работе на телевидении и радио. Трудовую деятельность он начинал в системе телерадиовещания в должности заместителя председателя Госкомитета ТССР по телевидению и радиовещанию в 1979 году. Его имя навсегда вписано в историю республиканского телевидения и радиовещания. Многие десятилетия он щедро отдавал свои силы, знания и опыт развитию отрасли. Талгат Фадхолович – полноправный соавтор масштабных достижений республиканского телерадиовещания. От ламповых приемников до цифровой камеры, от кинопленки до HD-вещания. В каждом из этапов развития телевидения и радио был его личный весомый вклад. При его непосредственном участии состоялись самые важные события телевизионной отрасли России и Татарстана. От трансляции спортивных соревнований мирового масштаба до выхода в эфир первой в Татарстане спутниковой телерадиокомпании «Новый век». Талгат Фадхолович был техническим специалистом высочайшего уровня. Именно при нем на радио «Янгазыр», ныне «Булгаррадиусы», была проведена масштабная деятельность по сохранению золотого фонда татарской музыки, песен, инструментальных мелодий, народных композиций. Под его руководством все бесценные записи были переведены на цифровой формат и переданы в фонд Государственного архива Республики Татарстан. Вы знаете, мне трудно говорить, но я в некоторой степени чувствую себя виноватым смерти Талгата Фадхоловича. Я несколько раз лично говорил с ним о необходимости вакцинации, когда после первого локдауна в прошлом году мы хотели вакцинировать всех сотрудников старше 60 лет. Но он все сомневался, ссылался на доводы многочисленных антиваксеров в интернете. Наконец, месяц назад объявил, что созрел вакцинироваться, но не успел. Опять это слово «не успел». Я очень сожалею, что не нашел тогда нужные слова, не смог убедить его, потому что если бы он полностью вакцинировался, то сегодня был бы жив. И мне очень обидно, что те, кто подтолкнул его к смерти, кто до сих пор рассказывает доверчивым гражданам о вреде вакцинации, о чипировании, зомбировании и другую ересь, они до сих пор свободно вещают на всех площадках и толкают людей в пропасть. Еще раз повторю, как написано в Википедии, и согласно заключению экспертов Всемирной Организации Здравоохранения, большинство доводов антивакцинаторов не подтверждаются научными данными и характеризуются как тревожное и опасное заблуждение. В 2019 году Всемирная Организация Здравоохранения включила недоверие к вакцинации в список 10 глобальных угроз для здоровья населения. И мы должны сообща бороться с этим невежеством и предрассудками. Мы не смогли спасти нашего друга и соратника, но мы обязаны спасти миллионы других жизней. Вы знаете, что мне дает силы продолжать эту борьбу, которая иногда кажется бесполезной? Сотни людей выразили мне свою поддержку, и я благодарю вас за это. Особенно, конечно, врачей, которые работают в красных зонах. Но один звонок меня особенно впечатлил. Позвонил работник кладбища и сказал, Ильшат Янузович, приходите и покажите, что у нас сегодня творится на кладбищах, и люди поймут масштаб трагедии. Скорее всего, я приму и это предложение. Но это уже на крайний случай, когда других аргументов уже не будет. К сожалению, вынужден констатировать, что какой-то единой стратегии в глобальной войне против коронавируса у человечества до сих пор нет. Каждый выживает в своем окопе, как может. В масштабах страны, региона, города, предприятия, дома, квартиры. Российские регионы один за другим вводят новые ограничительные меры в связи со сложной обстановкой по коронавирусу. Но, подчеркну, эти решения принимаются, когда другого варианта уже нет. Когда медицина работает на пределе, и сводки заболевших и умерших зашкаливают. Вот живой пример Астраханской области. С 26 июля там введены достаточно жесткие меры. Не работают торговые центры, кроме продовольственных отделов, крытые рынки, фудкорты, фитнес-залы, бассейны, театры, кинотеатры и библиотеки. Рестораны и кафе работают только на верандах или на вынос. Ограниченный локдаун. Жизнь продолжается с небольшими оговорками. Какие новости мы слышим из Астраханской области? Новости о том, что там ежедневно выявляют по 300 случаев заражения? Что в госпиталях находится 1700 человек? Совсем нет. Новости касаются очередных петиций, которые пишут на имя губернатора местные предприниматели, полагающие, что этот локдаун им уже не пережить. И в этом смысле Астрахань не уникальна. То же самое происходит еще в нескольких регионах. Мы решили, что нам с вами нужно посмотреть на это хотя бы потому, что и нас, возможно, самих ожидает такой сценарий. Михаил Любимов походил по менее оживленным улицам и торговым центрам Астрахани, пообщался с местными предпринимателями и пришел к выводам, о которых он расскажет сам. Последний раз мы были в Астрахани полтора года тому назад. Тогда, в феврале 1920 года, конечно, еще речи не было о какой-то особой эпидемии, она сюда еще не добралась, но уже тогда людям, в принципе, было в чем поупражняться в негативистском красноречии. Тогда здесь, в Астрахани, мы напомним, собирались установить памятник Ивану Грозному. И против этого, конечно, сильно протестовала местная религиозная мусульманская община. И, судя по всему, памятник этот не был установлен, потому что должен он был находиться вот на этом самом месте, его нет. Но много воды утекло с тех пор, и сегодня жителям Астрахани есть, что пообсуждать. Сегодня Астрахань атакует еще одно войско, причем волнами. Одни говорят, что крепость надо открывать, другие говорят, что крепость надо закрывать, третьи говорят, что вообще никакого войска не существует. Власти, естественно, до какой-то поры сохраняли нейтралитет, занимали какую-то срединную позицию, но в итоге пришлось принимать некоторые решения, которые, конечно же, не всем пришлись понутру. И вот решение ли это, об этом и наш сегодняшний рассказ. Ограничительные меры в Астрахани не разглядеть ни сверху, ни снизу. Город живет обычной жизнью. Никто из потребителей не понижен в правах и не лишен чего-то жизненно важного. Потому что здесь озабочены скорее тем, как сбить температуру в области почти 300 случаев заражения каждый день, нежели тем, как провести профилактику, то бишь вакцинацию. Единственная мера в этом отношении – сертификат о вакцинации при заселении в отель. Невакцинирование можно, но только с наличием пациента. Впрочем, и тут можно было обойтись и ПЦР-тестом. Больше этот сертификат нам нигде не понадобится. Все меры в Астрахани не против непривитых, а против заражений. Не закрыт ни один магазин с отдельным входом. Но в кафе уже не посидишь. Они работают только на вынос и на летних верандах. Нельзя к вам заходить, да? Заходить нельзя. Нельзя. Смотрите, не правы, абсолютно все пусто. Похоже, что действительно, во всяком случае, на центральной улице, вот в Астрахани, это действительно все соблюдается. Но нет единой души. Единственное видеть абсолютно закрытый, огромный ресторан быстрый. Возле самых известных фастфудов большие очереди берут на вынос. Тоже так себе, полумера. Но молодежь толпится хотя бы на улице, а не в помещении. Говорят, это на две недели. Но бизнес не верит. У известной астраханской бизнес-вумом Елены Бажан открыт магазин одежды, но закрыто кафе. Тоже ее. Даже эти две недели – вечность для нее. Сегодня такой порочный круг образуется, что мне вообще не очень понятно. Ну, как бы, а мы налоги с чего будем платить? Тогда с чего мы будем содержать власть? Мы не имеем права вообще в ресторане обслуживать клиентов, да. У нас есть летняя площадка, но с учетом того, что у вас только не плюс 45 градусов, вы сами понимаете, да, насколько она вас требована. Ну да, мы, наверное, должны обязательно упомянуть о том, что вот в эти дни, в эти самые дни в Астрахани царит, ну, просто страшная жара. Да, вот здесь все эти дни буквально 40 с лишним градусов, 42, 43, кто-то говорит, даже 45. Вот мы сейчас вечером пришли на центральную улицу, такой вот центральный астраханский променад. Солнце уже село, мы находимся в тени, но невозможно, просто дикая абсолютно жара. И вот с этой точки зрения понятно, о чем говорят предприниматели, потому что, ну, вот здесь вот веранды, вот мы видим, на этой улице работают, да, работают летние веранды. Насколько они востребованы в такие-то дни? Вот представьте себе, наверное, это, в принципе, то же самое, что просто сказать бизнесу, ну, вы не работаете вообще, потому что, ну, вот она, летняя веранда. Но кто вот сюда присядет в 45-градусную жару попить горячего кофе или холодного лимонада? Ну, наверное, никто. И поэтому мы понимаем, о чем говорят нам предприниматели, почему вот такие меры или полумеры, их действительно могут раздражать. И все же для общепита это еще не нокаут, а нокдаун. Есть хоть какая-то выручка. Меньше всего повезло владельцам небольших магазинов в торговых центрах. ТЦ вполне похоже сейчас на наши образца апреля прошлого года. В Астрахани не очень большой выбор общественных пространств, да и температура на улице больше 40 градусов, поэтому люди куда ходят гулять? Люди ходят гулять в большие торговые центры. Но сегодня здесь решительно нечего делать. Вот посмотрите, весь этот ряд магазинов абсолютно закрыт. Работают только вот небольшие продуктовые ларьки и большие гипермаркеты. И вот мы ходим здесь сегодня и думаем, где же мы оказались с вами. Мы в прошлом с вами, или мы все-таки уже в каком-то наступившем будущем? Ожидает ли нас то же самое? И говоря сегодня с людьми, которые здесь работают, мы понимаем, почему это то же самое может нас ожидать не в скором будущем. Потому что, судя по тому, что говорят люди, будет не очень просто вводить такие меры, поскольку они могут провести большим-большим проблемам для государства. Ну вот сейчас вот, хоп, решили, что магазины не первые необходимости должны закрыться. И мы вынуждены отсидеть. И я не понимаю, у меня есть кредиты, у меня есть налоги, у меня есть обязательства по выплате заработной платы. И я не понимаю, что мне с этим делать. То есть закрыли торговые центры, потому что это легко очень проконтролировать. Но в то же время открыты рынки, продовольственные, промо-товарные рынки. Маршрутки битком набиты. Там распространение идет, я вижу это так. Торговый центр – это не то самое место, где не тот очаг заражения, который происходит. Все-таки у нас имеются и базары, в которых не соблюдаются вообще никакие карантинные меры. У нас имеются маршрутки, в которых никакие дистанции, ничего не соблюдается никогда. Вы заметили, как часто предприниматели вспоминают о маршрутках. Это главный раздражитель сейчас в Астрахани. Маршрутки – практически единственный вид общественного транспорта в городе. И он, естественно, работает и в эти дни. Его закрытие привело бы, даже сложно сказать, к чему бы оно привело. Город встанет, машина не у всех есть. И вот в этих тесных маршрутках, как вы видите, в 45-градусную жару без кондиционера люди дышат одним общим воздухом. Уж понятно, без масок. Нам особенно понравилась вот эта бабушка. Такого способа ношения маски видеть не приходилось еще. Неудивительно, что у людей возникают вопросы. И ведь не только маршрутки. Вот мы выходим из одной и попадаем куда? Мы попадаем на рынок. А рынок работает. И снаружи, и внутри. А работать не должен. Даже в торговых центрах правила соблюдаются как-то избирательно. Все небольшие магазины под замком, но крупные, сетевые, отчего-то открыты или полуоткрыты. Написано, что магазин работает как пункт выдачи. Как видите, все обнесено вот этой пленкой. Но фактически мы сейчас сюда совершенно спокойно зашли. Мы здесь ходим. Мы здесь не одни. Работает, не работает. Невозможно это понять. Давайте я вам покажу некоторую разницу. Вот давайте посмотрим вот сюда. Вот так выглядит настоящий локдаун в Европе. Теперь посмотрим вот сюда. Вот так он выглядит в России. Вот магазин электроники, продающий товары не первой необходимости точно. Абсолютно открыт. Более того, здесь достаточно много людей. Именно так копятся ошибки, которые превращают в пыль хорошие в общем начинания. Мы должны напомнить, что даже по официальной статистике в области 300 новых случаев ежедневно, 1700 человек в госпиталях, медицина перегружена, и нельзя было больше сидеть сложа руки. Так не хватит ни коек, ни скорых, а с вакцинацией тут, как и всюду, уже опоздали. Но в условиях, когда нет проверенных рецептов, регионы идут на ощупь, в потьмах, и многим при этом делают больно. Возможно, без этого и никак. Но добавьте сюда отсутствие должного контроля, двойные стандарты и половинчатые решения, и вы получите в ответ лишь недоумение. А локдаун такой, как бы недолокдаун. То есть нас как бы вроде сказали нам всем закрыться, но субсидий мы вам никаких и не дадим. Ну окей, если мы с вами копируем какие-то меры, с московских, например, так там же есть какие-то меры поддержки. Давайте тогда будем их полностью копировать. И вот это все нам уроки на будущее. Мы не в танке. Нам придется когда-то что-то ограничивать. Иногда нужно стать тонущим кораблем, чтобы из тебя сбежали все крысы. Вопрос только в том, насколько тонуть. В Астрахани зашли недалеко, однако уже сделали несколько шагов. Проблема в том, что шаги эти не заставили людей задуматься о чем-то и как-то скорректировать поведение. Ну подумаешь, не работают торговые центры две недели. Нынче все есть онлайн. Ну подумаешь, закрыто кафе наполовину потерпим. Власти делают вид, что все плохо. Люди делают вид, что все хорошо, и их не исправишь. Ясен ли людям вообще тот посыл, что им дали? Разве это не лучшая на свете реклама вакцинации? Не хотите профилактики? Отвергаете шанс? Ну тогда вот это все. Локдауны неизбежны. И ничего не изменится, пока не изменимся сами мы. В Астрахани получился нокдаун. Но разве у нас будет лучше? Не бывает таких ограничений, которые нравятся. А именно этот сценарий с недовольством пострадавших, с равнодушием и протестом населения ждет когда-нибудь и нас. Когда эта зараза подберет ключик к детям? Когда она доберется до самых отдаленных букв греческого алфавита, нам придется принимать меры. И будет у нас своя собственная Астрахань. Во многом на нее похожая. Этот сценарий уже запланирован, но не властями, самими людьми. Мы в одной лодке. Скоро не будет возможности даже для половинчатых решений. Они никого не устроят. Ни одна из этих пуль, посылаемых в собственную голову, не серебряная. Михаил Любимов и Андрей Ключников. Семь дней. Вы знаете, я прочитал, что пишет в соцсетях про локдаун в Астраханской области. Диву даешься. Сколько злости и недоверия в людях. Губернатору Астраханской области Игорю Бабушкину не откажешь в мужестве. Но одно ясно, он принял это непростое решение только с одной целью. Сохранить жизни своих сограждан. Сбить пик эпидемии. Облегчить нагрузку на медиков. И еще один момент. Астраханская область сегодня один из лидеров в стране по вакцинации населения. Люди, скорее всего, поняли, что вакцинация это единственный выход из того кошмара, в котором мы живем уже так долго. Но губернатор Астраханской области не одинок в своих решительных действиях. Вот регионы страны, которые, согласно публикации РБК, ввели ограничения для непривитых от коронавируса. Калининградская область, Санкт-Петербург, Ленинградская, Псковская, Московская, Ярославская, Ивановская, Владимирская, Тульская, Нижегородская области, Москва, Воронежская, Волгоградская, Ростовская области, Крым, Республика Адыгея, Северная Осетия, Краснодарский край, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пермский край, Башкортостан, Омская область, Республика Саха-Якутия, Хабаровский край и Камчатка. Какие это ограничения? Ну, например, плановая помощь только вакцинированным пациентам. Студенты будут допускаться на занятия очно только после вакцинации. Доля вакцинированных сотрудников сферы услуг, транспорта, господприятий, чиновников должна составить 80%. В некоторых регионах появятся так называемые свободные от ковида зоны, бары, музеи, гостиницы, кинотеатры, парикмахерские, фитнес-клубы и другие заведения, где вакцинированы большинство сотрудников. Какие регионы ввели обязательную вакцинацию? Чаще всего требования касаются сферы торговли, бытового обслуживания, транспорта, здравоохранения и образования. Увольнение за отказ не предусмотрено, но такого сотрудника могут временно отстранить от работы. Это Мурманская область, Республика Карелия, Калининградская область, Ленинградская, Псковская, Тверская, Ярославская, Смоленская, Брянская, Курская, Тульская, Тамбовская, Владимирская, Костромская, Нижегородская области, Республика Мариел, Архангельская область, Ненецкий автономный округ, Республика Коми, Пермский край, Самарская, Волгоградская, Ростовской области, Краснодарский край, Крачаево-Черкесская республика, Кабардино-Балкарская республика, Чечня и Дагестан, Омская область, Республика Алтай, Красноярский край, Кемеровская область, Республика Хакасия, Тыва, Бурятия, Забайкальский край, Амурская, Магаданская область, Хабаровский край, Камчатска и Сахалин. Так что, как видите, картина пестрая. В каждом регионе своя специфика, свои методы, свои ограничения. А вот что будет осенью, по мнению лидера ЛДПР Владимира Вольфовича Жириновского. Все, кто отказывается от вакцинации, хочу дать хороший совет. Все равно придется делать. Все равно. Иначе будете заражаться и умирать. Будет устачаться законодательство осенью. Дума заработает новое и внесут поправки в закон. Если человек, у которого обнаружено заболевание, коронавирус, имел контакты с кем-то, и кто-то из этих людей заболел, все, тюрьма. Ибо вы заразили. Вам сказали, у вас коронавирус. А вы пошли на дискотеку, в магазин, в метро и такси и так далее. А сейчас предлагаю отправиться в Кукмарский район. Давайте посмотрим вот на эту карту. Вот эти точки, это деревни, судьба которых вскоре, похоже, будет предрешена. И для этого не нужно обладать даром ясновидения. Ташлы-Илга, Хамышлы, Купка, Щелны, Куркина, Верхний Кузьмись, Салтак-Ярыклы, Трыш, Верхний Кукмар, Старый Куайнсар, Торпаяс, Малая Чура, Паршур. Всего их 15. 1 сентября в этих деревнях школы не откроют свои двери, и здесь не прозвучит первый звонок. В свое время еще Туфан Минулин говорил, что стоит закрыть школу, деревня угаснет насовсем. В истории современной России еще не было ни одного опровержения этому утверждению. С закрытием сельских учебных заведений молодежь покидает свои родные места, переезжает в крупные районы, центры и города. В итоге в мегаполисах проблема перенаселения, а села обречены на вымирание. Именно школы являются, может быть, даже единственным фактом сохранения и человеческих ресурсов, и, что немаловажно, языка и традиций народа. Вот эту истину мы перемалываем из года в год. Все мы уверены в ее непреложности. А в итоге происходит обратное. 15 деревень – это половина всех школ Кукморского района. Причина приостановки деятельности – это эхо трагедии в 175-й гимназии Казани. Деятельность школ приостановлена после многочисленных проверок. Причины – ненадлежащее санитарно-эпидемиологическое состояние, несоответствие требованиям антитеррористической защищенности. Во многих школах действительно ветхие окна и двери, санузел находятся на улице. Но неужели должен был грянуть гром, чтобы начать рубить на корню всю систему национального образования? Большая часть этих школ – малокомплектные учебные заведения, где все образование и воспитание велось на родном языке. Вы не представляете, какой шок испытали родители и наша съемочная группа, в том числе. Подробности у Эльзиры Юзаевой. Наступили другие времена, современная деревня учится жить в новой экономической формации. После перенесенного потрясения, разрухи и обнищания, распада колхозов и совхозов, мало кто верил, что люди на селе вновь смогут самостоятельно подняться на ноги. Но явно поспешил тот, кто пытался схоронить глубинку. Она вновь оживает благодаря деревенской хватке, крепкому иммунитету и генетической памяти. Один из примеров такого вот перерождения – деревня Кубка Кубморского района. Благоустроенные крепкие дома, две центральные улицы протяженностью 3 километра. Статистика последних лет поражает своими цифрами. Население деревни – почти 500 человек. Треть из этого числа – дети до 18 лет. В селе Кубка за последние годы демография рванула вперед. Только в этом году в первый класс пойдут 26 человек. Еще столько же детей подрастает в детском саду. Все показатели благополучия, казалось бы, в норме. Но кому на Руси жить хорошо? Словно снег на голову средь нынешнего знойного лета. Малокомплектная деревенская школа, которая воспитала не одно поколение местных жителей, 1 сентября, увы, не откроет свои двери. Вердикт чиновников оказался неумолим. В здании школы крыша протекает, окна и двери в ветхом состоянии, туалет находится на улице. Деятельность школы приостановлена до создания условий, отвечающих санитарно-эпидемиологическим, противопожарным требованиям, а также антитеррористической защищенности. Такая вот старая сказка о главном. О том, что эта школа нуждается в капитальном ремонте, в районе знали еще с 2008 года. Был выбран земельный участок и разработан проект здания. Но идея, до воплощения которой оставалось совсем немного вложений, финансовых и административных ресурсов, так и зависла в воздухе на долгие 13 лет. В 2019 году уже новое районное руководство вновь обещало сдвинуть это дело с мертвой точки. Увесистый замок оказался единственным и самым действенным решением конфликта. С 1 сентября детей, вчерашних детсадовцев, многим из которых едва еще исполнилось 7 лет, раскидает по чужим деревням. И как тут не понять волнение и негодование родителей, которые, по сути, стали жертвой обстоятельства. Увесистый замок только в одном Кукмарском районе в это лето приостановили свою деятельность 15 учебных заведений. Это ровно половина всех школ в районе. Такая массовая зачистка в системе народного образования не наблюдалась даже в военные и послевоенные годы. По всей России после трагедии в 175-й гимназии в Казани прошли проверки школ. Сопротивление деревенских школ изначально было обречено на провал. Они, в отличие от городских, по весьма объективным причинам не смогли пройти этот тест-драйв. В следующем учебном году в Татарстане закрываются 4 полноценные школы и 26 филиалов, самая уязвимая и самая важная часть системы образования. Это начальные малокомплектные учебные заведения. Только там, в России, можно увидеть самый настоящий индивидуальный подход к обучению. Только там есть возможность для полноценного раскрытия потенциала каждого ребенка. Только там, в эпоху глобализации и унификации культур, сохраняется язык народа. Жители до сих пор верят, что точка невозврата, Возврата пока еще не пройдена. Ведь согласно 22 статье закона об образовании Российской Федерации, ликвидировать малокомплектную школу можно только в том случае, если проведен сход граждан и получено согласие большинства. А их мнение пока еще никто не спрашивал. Ведь согласно официальной информации, эти школы не были закрыты. Просто прекращена их деятельность на неопределенное время. А тут важна формулировка. И этот процесс можно затянуть на долгие годы. Но у районных властей амбициозные планы и глобальные проекты. Местному населению уже во всех красках расписали стратегию развития Кукморского района. Взамен старому обветшалому зданию районные власти вновь обещают построить школу мечты. К примеру, в деревне Камышле готовят проект нового образовательного центра для участия в государственной программе комплексного развития сельских территорий. Проект оценивается в 50 миллионов рублей. 90% из этой суммы будет выделено из федерального и республиканского бюджетов. А вот 10% – это одно из главных условий программы – это уже вложение местных инвесторов. Показатель заинтересованности бизнеса в развитии этой территории. А это не много и не мало, а 5 миллионов рублей. 5 миллионов рублей. 5 миллионов рублей. Понимаете, во-первых, эта цифра очень надута. Они очень надуты. Наши строители это делать и проектировщики это делать могут. Не надо там столько денег. Надо привести порядок. И для этого не такие уже большие деньги нужны. И недавно состоялась прямая связь нашего президента Российской Федерации Владимира Ивановича Путина. Он же тоже подчеркнул, надо сохранить наши традиции, надо сохранить сельский образ жизни. Им обещают лучшую жизнь, а они в нее не верят. То ли учителя неубедительны, то ли урок был усвоен слишком хорошо. В прошлом веке, в том, когда были рождены они сами, им, казалось бы, повезло. Они остались среди живых, когда с карты Татарстана исчезли 1200 деревень. В каждой из них была своя школа, которую первой отправили на плаху. Эльзира Юзаева и Роман Безменов «Семь дней». Уж сколько раз твердили миру, говорилось в известной басне, и неоднократно подтверждалось в реальной жизни. А мы все туда же. Оказалось, что в жизни есть истории, читать которые увлекательнее, чем басни Крылова. По делу финансовой пирамиды «Финника» с каждым днем появляется все больше потерпевших. Тех, кто купился на сладкие «Финниковые горы». По официальным данным, заявление в органы написали 500 человек. Из Краснодарского края, Тюменской области, Новосибирска, Самары, Челябинска и даже Казахстана. По заявлению аналитиков «Финника» вложились примерно миллион наших соотечественников. 70 миллионов рублей, пока это официальная цифра. Однако по ряду оценок «Финника» было вложено, задумайтесь, порядка 7 миллиардов. Уголовное дело переквалифицировали на более суровую статью «Мошенничество в особо крупном размере». А за сказкой пришла и расплата. На неделе Вахитовский суд Казани арестовал Кирилла Доронина, основателя финансовой пирамиды, на два месяца. Теперь он ожидает суда в следственном изоляторе. Но означает ли это, что последует наказание, а деньги вернутся владельцам? Репортаж Диляры Юсуповой. Вот, посмотрите, у меня есть немного денег. Раз, два, три, четыре. Скажите, сколько? 40 рублей. Да, 40 рублей. Но если сказать абра-кадабра... Абра-кадабра. Они превращаются в настоящие сотенные. А у нас как бы все наоборот. Самый базовый инструмент манипуляции. Не смотри туда, смотри сюда. Греби на мой голос, не сдавай назад. Никакой самодеятельности. Только блуждание в темноте. На самом деле, этот путь всегда выборочен. И в очень нужном кому-то направлении. Это лидеры. Они просто получили рефиалки. Все рассказали нам, как все красиво. Взял кредит в размере 600 тысяч рублей. Я, наверное, поверила просто. Я захотела, наверное, мой мозг поверить в это. Вот они лица, которые сами того не ведая, закрутили себя в спираль. Упаковали и выдали. По заявлениям в полицию, на сегодня их больше 500. Можно бесконечно перечислять, что с их жизнями сделала пирамида Финника. Кому-то теперь не где жить. Кто-то потратил деньги, отложенные на операцию. Большинство скрывают свои вклады от самых близких людей. Родителей, супругов и детей. Когда очки разбиваются стеклами внутрь, очень трудно признаться, что ты и так хорошо видел. Просто забыл об этом. У меня друг положил деньги за меня. То есть он мне сделал такой подарок. Он мне положил, говорит, вот в этот аккаунт заведи там. Я говорил еще раз мне про это сказать, что я с тобой здороваться просто перестану. Потому что, в моем мнении, человек, который заведет себя в пирамиду, хочет получить твои деньги. Такие подарки с сюрпризом, как оказалось, очень популярны среди фитнес-тренеров. Мол, у них много времени и всегда есть лишние средства. Люди, которые сажают на крючок, так называемые лидеры. Вот один похвастался квартирой или машиной, которую купил на дивиденды, или начальник показывает, что стал таким с помощью честных вложений. У человека есть зоны комфорта. Когда я уже вошел в вашу зону комфорта, человек расслабляется. Еще есть какие-то прикосновения. Можно по плечу. И человек уже как друг считается. Ваши знакомые, друзья и даже родственники, которые просто посоветовали. Они раскиданы по регионам и, по идее, являются соучастниками. Но это недоказуемо. Пока по делу проходит только один подозреваемый, основатель компании Кирилл Доронин. Что касается Финика, ребят, которые там крутились близко с Кириллом, которые работали вместе там, я был сам свидетелем. Человек жег в мангале пятитысячную купюру за то, чтобы у всех все было хорошо. Деньги тлен, а люди мусор. Первый маркер к портрету Доронина. Почему же нет, если стрижешь купоны 24 на 7? Он уже проделывал эти трюки и не единожды. Ранее создавал несколько финансовых пирамид. Это и антиколлекторское агентство, и фирма по работе за должностью. Наконец, свечной бизнес. Мутная история с производством гелевых свечек с гарантией по следующей продаже. А еще он очень хорошо говорит. Толпа его слушает. Но на суде спесе поубавилось. Я выставил систему возврата. Кто-то уже получил? Кто-то уже получил? Да, конечно. Более полутора тысяч человек. А какой объем общий возврата? Возврата примерно по 30-32 тысячи из ДТ. А общий? А общий он накапливается зависит от проверки сайта. Доставов сайта у меня сейчас нет. Это абсолютно гениальная, причем манипуляция. Во-первых, он создавал ощущение того, что люди управляют своими деньгами. Он советовался с ними. Он рассказывал о том, как работают эти деньги. Он давал иллюзию контроля. У Доронина ни одна мышца не дернулась. Ни одно движение не говорит, что он был каким-то образом обескуражен или поставлен в тупик. Это, конечно же, доступно либо мошенникам, манипуляторам, ну и иногда разведчикам и шпионам. А людям многого не надо. Все, что надо вкладчику пирамиды, это обещание, что он успеет вывести свои деньги и что кинут кого-то другого, а не его. Вкладчик должен видеть, что система сначала платит, что она большая и имеет наполеоновские планы по захвату всей планеты. На это и расчет. Основателем пирамиды были созданы уникальные условия, которые доселе не были в России, при которых одна часть россиян грабила других часть россиян. И эта структура финикова за это брала большую комиссию. И понятно, что если проанализировать, какая часть, продвинутая, наверное, часть, которая была в начале, стояла у истоков. У нас деградирована экономика, деградирован уровень экономических интересов самих экономистов. И на этом, в этих условиях, конечно, манипулировать легко и экономистами, и предпринимателям, и банкирам. Именно поэтому там очень много людей, которые, в общем-то, поверили. Токен стоил, получается, на уровне 14-9 долларов. Когда Доронин объявил о том, что все взаиморасчеты переводятся в токен ФНК, был вот такой памп сделан. Видите, такой рост. Токен ФНК – это валюта, через которую выводились средства. Финника берет у клиента деньги, якобы вкладывает их на биржи и получает прибыль. Никто-никто, а Финника нашли безубыточный способ торговли криптовалютой. Спекуляции торгов на финансовом рынке, а теперь решили поделиться с другими. Он говорит о том, что якобы у него есть команда трейдеров, которая как бы обеспечивала рост его внутренней цифровой валюты. Криптовалюта – это означает то, что фактически у платежа обезличен. То есть сложно сказать, кому он принадлежит, этот платеж. Его можно видеть, он прозрачен. Доказать связь между вступлением в пирамиду и связь между того, что Доронин забирал это, это достаточно сложно. видеть монету у меня в руке. Возьмите, возьмите, покажите ее всем, покажите всем, обрежьте внимание. Монета, пустое ведро, бросайте. Никаких прямых ответов. Люди, ограниченные в информации, додумывают сами. И трактовать можно как угодно. Выиграет тот, кто придумает толкование первым, которое будет выгодно только ему. На самом деле, не нужно быть суперподкованным, чтобы понять, что 3% прибыли со вклада в день, а именно столько обещали создатели пирамиды, это не просто слишком высокий процент. Такого процента прибыли в принципе не существует. Те цифры, которые озвучивали, это десятки годовых, если не сотни, это запредельные невозможные цифры. Как практикующий трейдер, который 7 лет с этого живет, во-первых, реальные цифры доходности сильно скромнее, сильно. На любого, кто в теме, это производит какое-то либо очень смешное, либо очень грустно становится. Потому что это бред, это заведомый бред. Автоматические системы генерации прибыли. Это изначально фраза, воздействующая на лоха. Им кажется, что они были правы, но вот маленько не учли, а если бы, да кабы, а если давайте его отпустим, да он исправится, да-да-да. Но это все некие самоутешения с тем, чтобы не сказать себе жестокую правду, нас обманули. И до сих пор не признают. Заявление по делу 500, тогда как петицию за освобождение Доронина подписали почти 10 тысяч человек. 10 тысяч марионеток, которые нервничают, когда их не дергают. Диляра Исупова, Андрей Мохов, роман «Безмена» в семьи. Мы продолжим нашу программу через пару минут. Смотрите далее. Тянет само место, тянет купель. И ты на самом деле настолько заряжаешься такими эмоциями. Место силы и точка опоры. Святой ключ вблизи Елабуги. Место притяжения и объединения. 42 районные больницы Татарстана получили новые автомобили. 70 машин отправились в помощь сельским врачам в поликлинике, амбулаторе и ФАПе. Новую технику медикам вручили премьер Алексей Писошин и председатель Госсовета Республики Фарид Мухаммедшин. Спецтехнику приобрели по национальному проекту здравоохранения. Звание заслуженных работников в благодарственные письма президента России, орден ДУСЛЭК, медаль ордена за заслуги перед республикой получили 49 татарстанцев. Государственные награды вручил премьер-министр Алексей Писошин. Награды получили деятели культуры, науки, медицины и других отраслей. Почетное звание заслуженный работник печати и массовых коммуникаций получила режиссер нашей телекомпании Наиля Кутина. С благодарностями персонально каждого награждали на этой неделе большую команду людей, воссоздавших собор Казанской иконы Божьей Матери. Открытие храма стало событием федерального уровня. 88 человек получили благодарственные письма президента республики и фонда возрождения. Церемония длилась несколько часов, потому что был проделан огромный труд объединивших людей со всего мира. Огромное вам спасибо за тот вклад. Дай Бог, чтобы у вас в жизни, в семьях, с детьми и во всех отношениях было все благополучно. И жить этой доброй миссией, чтобы было хорошо для души. Когда меня спрашивают, что такое счастье, я уже, как ты говорил, у меня свой ответ есть. Когда спрашивают, подумайте. Счастье это состояние души. Душевные слова благодарности сегодня звучали для строителей, архитекторов, археологов, искусствоведов, руководителей ведомств, меценатов, представителей масс-медиа. Как отметил Азгат Сафаров, их объединяющей силой стал Фонд Возрождения и лично Ментимер Шаймиев. Настоящей душой этого великого, богоугодного дела стал первый президент Республики Торстан, герой труда Российской Федерации Ментимер Шаймиев. Давайте мы стоя аплодисментами поздравим Митиму Шариповича с окончанием вот этого большого богоугодного проекта. Митим Шаймиев, спасибо большое! Персональные аплодисменты звучали в честь каждого приглашенного. Азгат Сафаров вручил благодарственные письма президента Затарстана. Благодарственные письма Фонда Возрождения вручила Татьяна Ларионова. Это ну неоценимый вклад Фонда Возрождения. Мы стали известны не только Татарстану, мы стали известны всей стране, да и миру тоже во многом благодаря вам. Поэтому приняйте в нашу письмо и огромнейшие слова благодарности. Эта работа прозоржется. Спасибо вам за доверие. Главное это доверие. Мы постараемся его оправдать. Спасибо. Сегодня отметили и вклад человека, который к сожалению не может получить награду. это покойный митрополит Феофан. Владыка Феофан это человек, который может зажечь даже самое казалось бы несгораемое какое-нибудь вещество. Зарвать изнутри, дать возможность, дать толчок. Он совершил огромное количество великих дел на земле и Господь взял его к себе. Работы по воссозданию собора заняли 5 лет. На восстановление храма было собрано почти 3 миллиарда рублей. Получилась точная копия собора 19 века. Дали возможность немножко частично прикоснуться к тому большому великому благому делу, который все эти годы творились под руководством Митер Шаревича вашим, вашим фондом. После церемонии награждения все гости посетили воссозданный собор. Мы продолжаем программу 7 дней. На днях в Казани в головном офисе АОТАИФ состоялось подписание трех контрактов между ПО Нижнекамск нефтеким и китайской компанией China Machinery Engineering Corporation по строительству производства полипропилена мощностью 400 тысяч тонн в год. Это без привлечения знаковые события и для Татарстана и для наших китайских партнеров, которые приступают к реализации столь масштабного проекта в России. Тимур Бекмурзин расскажет подробно. Вы уверены, стройка это пыль, шум, суета. Отбросьте предрассудки и предубеждения, стройка это красиво, стройка это грандиозно. Так выглядит с высоты птичьего полета этиленовый комплекс Нижнекамский. Уже на этом этапе он вызывает восхищение. Какая мощь, красота, своеобразная эстетика, величественные подъемные краны, строгие линии стальных и железобетонных конструкций, в которых уже угадываются очертания будущего нефтехимического комплекса. Эту красоту и мощь, конечно, лучше всех чувствуют и понимают вот эти молодые люди. Они управляют процессом, и именно им повезло претворить грандиозный проект практически с нуля, от идеи до готового производства. Сначала была рождена идея, идею переложили на бумагу, техническую документацию выпустили, проектная документация прошла экспертизу, и потом уже воочию можно лицезреть, как это уже по факту ведется монтаж. Для меня, как специалиста, здесь получаю я большой опыт, потому что возникает очень много различных вопросов, которые приходится оперативно решать. Для каждого химика, для каждого специалиста нефтехимии очень большая честь и мечта построить завод. Мечта, мечта и красота красотой, а порядок настройки должен быть идеальным. В этом залог успеха всего проекта. Из-за пандемии на начальном этапе реализации были определенные сложности, связанные с задержкой поставок оборудования, началом работ по его монтажу. Сейчас все в прошлом. Большая часть оборудования поставлена, причем все крупнотоннажное, самое габаритное и тяжелое установлено. Что касается географии поставок, это практически весь мир. Из Кореи, Германии, Румынии, Китая поставка осуществляется всеми возможными видами транспорта. Расмонтированы полностью крупногабаритные оборудования, приступили к монтажу критически важного оборудования, таких как факельная установка, градирные системы, оборотное водоснабжение, насосно-компрессорного оборудования, этиленовый комплекс это один большой организм, и сердцем его является печи пиролиза. На сегодняшний день прогресс по строительству печи пиролиза составляет 35%, уже завершены работы по монтажу металлоконструкции, продолжаются работы по монтажу закалочно-испарительных аппаратов. Темп стройки настолько быстр и ритмичен, что любые данные теряют актуальность на следующий день после съемки. Ведь оборудование поступает в режиме 24 на 7, работы не прекращаются ни на минуту. В конце июня на момент съемки строительно-монтажные работы были выполнены на 20%, на текущее время уже больше, чем на 30%. Сейчас непосредственно на площадке ИП-600 работает порядка 2300 строителей, еще 1000 специалистов задействованы на вспомогательных производствах. При этом везде действуют строгие правила по охране труда и промышленной безопасности, в полной мере выполняются все требования по защите людей от возможного распространения коронавируса. Ежедневно проводятся инструктажи, оформляется всевозможный наряд допуски, строительный персонал и рабочий персонал полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты. Чтобы реализовать такой грандиозный и масштабный проект необходима слаженная работа всех структурных подразделений Нижнекампс-Нефтехима. Сейчас внимание к этому проекту приковано во всей России. Проект не только масштабный, стратегический, но и в чем-то уникальный. На этом производстве единственным в таком в России будет перерабатываться прямогонный бензин. Из него будут получены такие востребованные продукты, как этилен, пропилен, бутадиен, бензол. С эхологической точки зрения это будет передовое предприятие. С учетом текущей ковидной ситуации можно сказать идет в графике. Сомнений, что все будет сделано в директивные сроки ни у нас, ни у наших коллег китайских нет. Все проекты Таифа и Нижнекамск нефтехимы имеют глобальный характер. Для современной нефтехимии это уже в порядке вещей. Только так, в содружестве с ведущими мировыми корпорациями, перенимая опыт друг друга, обмениваясь лучшими практиками, можно достичь по-настоящему выдающегося результата. А цели и задачи у Таифа сейчас суперамбициозные. Инвестиционная программа стоимостью более 20 миллиардов долларов должна быть реализована до 2030 года. В нее входят новый грандиозный олефиновый комплекс в Нижнекамске, энергоустановки в Казани и в Нижнекамске, новые с нуля построенные нефтехимические производства. Проект строительства производства полипропилена мощностью 400 тысяч тонн позволит Нижнекамск нефтехима втрое увеличить выпуск этой крайне востребованной продукции. Завод будет построен в Нижнекамске на свободной площадке Нижнекамск нефтехима. Нашими партнерами в реализации этого проекта стали китайские компании генеральный подрядчик China Machinery Engineering Corporation SMEC и компания HQC. Все это очень известно не только в Китае, но и в мире корпораций. К примеру, международная фирма подрядчик SMEC ведет свою историю с 1978 года, входила в первую тройку 50 лучших китайских предприятий, включенных в список Министерством торговли Китая. Добрый день, уважаемые коллеги! Приветствую участников встречи по видеосвязи председатель Совета директоров АОТ АИФ Альберт Шагабудинов начал с еще одной приятной новости. На днях в Италии, в Милане был подписан большой контракт на строительство производства саполимеров и тилена и винилов цитатов в Казани на площадке Казань Оргсинтеза. Проект будет реализован в содружестве с еще одним давним и проверенным партнером ТАИФа компанией Технемон. Альберт Шагабудинов заверил китайских партнеров в поддержке совместного проекта со стороны федеральных и республиканских властей. Письмо в адрес ТАИФа со словами поддержки направил и чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Китае Андрей Денисов. Одобрили его и в Сибуре. Сегодня идет тесная работа с компанией Сибур по объединению наших активов. Китайские партнеры в свою очередь поблагодарили ТАИФа и Нижнекамск нефтеким за доверие и выразили уверенность, что этот проект станет первым шагом дальнейшему долгосрочному сотрудничеству. От имени СМЭК я хотела бы поблагодарить председателя господина Олегович Капутинов и кандидатного директора господина Усланович Капутинов. Хочется пожелать нашим командам успехов в реализации этого серьезного проекта. Огромную уверенность, что в документах сроки, которые обозначены, они с резервом, с запасом и мощности заложены тоже с резервом большим. Так, Альберт Кашафович прозрачно намекнул, что надеется, что этот проект по старой доброй традиции ТАИФа будет реализован в сжатые сроки, быстрее обозначенных в документах. Реальная мощность производства также не исключено произойдет проектные показатели. И все это не в ущерб качеству. За этим в ТАИФе и в Нижнекамск нефтехимии следят с традиционной щепетильностью. Поэтому и в этом проекте по требованию заказчика особое внимание к поставщикам оборудования. Его будут поставлять реально со всего мира, из Китая, от самых известных производителей, из Европы и других стран мира. Оборудование произвожено в Германии, Италии, Японии, Америке, России и Татаре. Это значит, что закупка во всем мире... Нижнекамск нефтехим в самом начале делал акцент, чтобы оборудование было качественное, надежное и соответствовало всем самым жестким требованиям. как по эксплуатации, так и по безопасности и по экологии. Первым подписывается контракт на оказание услуг по проектированию и поставку документации. Подписание контрактов состоялось. В режиме видеосвязи стороны обменялись подписями, памятными фотографиями, а генеральный директор Нижнекамск нефтехима, Айра Цаффин даже подготовил своему китайскому коллеге сюрприз. Небольшой презент со смыслом. Эту ручку я вам отправлю в честь уважения, благодарности и на память. И пускай она будет счастливой, и мы вместе с вами эту ручку подписываем еще большее количество контрактов. Симур Бекмурзин, Роман Безменов и Владислав Поташников 7 дней. Кстати, недавно делегация группы компаний ТАИФ побывала в Сибири, знакомились с работой Тобольского предприятия Сибура за ПСИП нефтехимом. Это начало череды взаимных визитов представителей компаний лидеров российской нефтехимии с целью ближе познакомиться с бизнес-процессами на предприятиях-партнерах, установить личные контакты, обменяться опытом в решении общих для отрасли задач. Напомним, в апреле было заявлено о планах по объединению нефтегазохимических и энергетических активов группы ТАИФ и Сибур Холдинга. Сделку сразу назвали «Сделкой Века», так как создается крупнейший холдинг, который, безусловно, будет влиять как на внутренние, так и на глобальные рынки. В планах объединенной компании войти в пятерку мировых лидеров нефтегазохимической отрасли. Сибирь и Сибирь и Сибирь. Первая столица Сибири, родина Дмитрия Менделеева, город Тобольск. Он в два раза меньше по площади, чем Казань, и в 10 раз меньше по населению. Здесь живет около 100 тысяч человек. Есть свой Кремль, ну а главное предприятие здесь нефтехимическое производство. Основанный на берегах Тобола и Иртыша в 1587 году город стал местом начала освоения Сибири. Теперь это один из крупнейших центров развития нефтехимии России. При этом природная красота и индустриальный пейзаж друг другу не мешают, да и в воздухе совершенно не пахло химией. Предприятие, расположенное километрах в 10 от города, здесь работает около 4 тысяч человек. Всего же в холдинге Сибура по всей стране задействовано более 20 тысяч человек. Теперь и часть жителей Татарстана вливаются в эту семью. Сибур и группа Таиф решили дружить домами, как это говорится по-простому. А в такой ситуации всегда хочется посмотреть, как живут друзья, как живут коллеги, какие у них проблемы, какие у них успехи. У обоих компания есть очень хорошая история развития. Мы же все делаем не сколько для себя, там для Таифа, для Сибура или для объединенной компании. Мы работаем на благо нашей Родины. Здесь говорят не о поглощении Сибуром Таифа, а про объединение компаний. Как когда-то Сибур объединил в Тобольске нефтехимические заводы. Их теперь здесь называют исторической основой. Производство схожие, цели одни. Нефтехимическое производство в Тобольске появилось еще в 70-е годы. Оно чуть моложе наших татарстанских. Напомним, Казань-Орксинтез и Ниженникамс-Нефтехим были построены в 60-е годы. Ну а сейчас мы находимся на территории совершенно нового, молодого предприятия Запсибнефтехим. Первая свая в чистом поле была забита здесь в 2015 году. Так и осталась эта свая на память о том, как быстро можно построить современное предприятие международного уровня. По мнению руководства Сибура объединенная компания должна войти в пятерку мировых нефтегазохимических компаний по количеству продукции, эффективности, культуре работы и другим показателям. Несмотря на разность наших историй, естественно бизнес-культур показать, что мы в общем-то одинаковые, показать, что мы здесь действительно те, кто нефтехимию России поддерживают, развивают и смотрят вместе в будущее, показать, что у нас действительно одни общие цели. Мы немножко в разной системе координат живем по-иному планируя, по-иному оценивая, по-иному задавая задачи друг другу, по-иному целеполагая и так далее, и так далее, и так далее. Убрав вот это, понять, что мы действительно можем быть одним большим целым. Мы же находимся на одном продуктовом рынке фактически, и для нас очень интересны возможности Тобольской площадки в плане и, конечно, мощности, и стабильности продуктовых линейк, продуктов, продуктов, полиэтилена, в первую очередь, разумеется, и возможности там, где у нас может появиться синергия. Проходя и проезжая по территории, создается впечатление, что предприятие работает само по себе, без человеческого вмешательства. Рабочих на улице да и в цехах можно встретить редко. Причина – автоматизация процессов. Вся работа и контроль за производством в таких вот операторных. Вся информация на мониторах, причем как в реальном времени, так и с историей. На смене 11 человек, замечаний по персоналу нету. По переработке на данный момент 965 тонн по шутылу суммарно на звукостановке. Работы, повышенные опасности и ремонтные работы проводятся без нарушений. От коллег никаких секретов ни в цифрах, ни в технологиях, ни в том, что иногда случаются и на этом современном предприятии неприятные неожиданности в виде аварий и происшествий с рабочими. Все, что негативно отражается на здоровье, уже происшествие и обязательно учитывается. Даже порезанный палец не останется без внимания. Безопасность и хорошее настроение в числе приоритетов. Для настроения и расширения кругозора на территории предприятия расположились своеобразные арт-объекты. Так стали называть расписанные резервуары с изображением представителей фауны и флоры Сибири. На зданиях девизы компании или, как теперь принято называть, мотивирующие фразы. Чтобы каждый рабочий чувствовал причастность к большой цели. Такие же надписи и внутри помещений. Например, в собственном центре развития инженерно-технической экспертизы Сибур Интех. Здесь, на виртуальных и реальных тренажерах, отрабатывается все то, с чем можно столкнуться на большом производстве. Можно отрабатывать и эксплуатацию, и обслуживание, и по геймификации тренер вносит какие-то неисправности, а сотрудник их диагностирует, исправляет, затускает. Цена ошибки, если бы он совершил этот управленный завод, и она, конечно, сопоставима. В зимней спецовке потянуться, вернуться, нагрять мышцы, приветствовать. Это уже другие ощущения, и те люди, которые здесь проходят обучение, они надолго запоминают, и потом идти и делятся. Преподаватели из числа практиков, действующих специалистов, их снимают с рабочих мест, чтобы они передавали опыт, причем зарабатывают в это время больше, чем на производстве. Бывает и такое, что специалисты этого центра помогают практикам на заводах. Буквально две недели назад две бригады в больноце не могли по 12 часов смены, не могли снять стяжные втулки с ванной компрессора. 24 часа. Вышел на смену тренер по пошивникам качения, он сразу моментально оценил ситуацию. Единственный недостаток, на заводе нет такого инструмента, который есть у нас, попросил его у нас, он выделил в дрогайку, и он снял стяжные втулки, две стяжные втулки за 10 минут. Обучают здесь и тому, чему не учат в других учебных заведениях, к примеру, на операторах квадрокоптера. Используют их там, куда человеку не добраться. У нас гексокоптеры, это карбоновые, стоимостью 2 миллиона каждый, грузоподъемность 15 килограмм, к примеру, которые делают отбор на ИРТШ экологических проб. И много еще, допустим, тепловизор, площадки обслуживания, там, прогар дымовой трубы, разгармитизация фланцевого соединения, как увидеть на высоте достаточно серьезный, квадрокоптер с тепловизором. Делегация Татарстана заинтересовалась и этим направлением деятельности Сибура. В процессе общения и обмена опытом к собравшимся в Тобольске по видеосвязи из Казани присоединились и руководители двух крупнейших нефтехимических предприятий Таифа и Сибура, которые уже практически одно целое. Из напутствия принимающей стороне ничего не скрывать, а гостям, соответственно, узнать как можно больше. Собственно, с таким настроем и начиналась работа. Наибольший интерес вызывают истории, связанные с цифровизацией. Это было видно вчера по вопросам. Большой очень интерес в охране труда промышленной безопасности, некоторых вопросах экологических. У нас один язык, нам очень удобно и комфортно разговаривать, общаться друг с другом. Наша задача это попробовать лучше узнать, понять друг друга, посмотреть те практики, которые есть у Таифа, которые есть у Сибура, обменяться. Здесь есть интересные инженерные решения в части логистики, например, и, разумеется, сам комплекс просто уникальный по своей мощности, по своей инженерной проработке. Разговор максимально откровенен, это чувствуется и это очень здорово привлекает, то есть нет желания там замылить, показать товар лицом, показаться лучше, чем ты есть. Есть проблемы, об этом говорят, есть успехи, об этом говорят. И на самом деле это очень хороший признак, это говорит о том, что у нас впереди очень длительная и долгая, успешная история и дорога вперед. Зуфар Довлетчин, Андрей Кузьмин, 7 дней, Тобольск, при содействии пресс-службы Запсибнефтехима. Очень часто люди ищут точку опоры для вдохновения, для переосмысления своих целей и предназначения. В своих корнях, в составлении родословного древа или поиски точки на карте мира, где можно было бы набраться сил. И часто этой точкой становится не заоблачные дали, а малая родина, некая заповедная зона для человека, для его души. Место силы, так называемые такие места, куда стремятся и куда хотят вернуться для определенной паузы в нашем мире бешеных и скоростей, и новостей. Есть такое место и в Татарстане, почитаемое вот уже минимум как три столетия. Как оно выглядело лет 150 назад мы можем представить по картине Ивана Шишкина «Святой ключ близ Елабуги». Сейчас она хранится в Национальном музее Киевской картинной галереи. И приезжает на это место несмотря на то, что нет указателей и дорог и православные, и правоверные, и даже йоги. Ежегодно это тысячи паломников. Святой ключ близ Елабуги, родник, освященный в честь Святого Пантелеймона, сейчас объединил волонтеров разных национальностей и профессий. Люди по своей инициативе собрали около миллиона рублей, чтобы отремонтировать и облагородить это место. В заповедный уголок Национального парка на опушку Малого Бора отправилась Татьяна Тимошенко. Эти места стали для Ивана Шишкина мастерской. Более 40 лет он писал лес и его самого друзья называли Львом лесов. Родник стал скорее местом вдохновения для картины Святой ключ близ Елабуги. На дальнем плане деревушка с церковью, которых и в помине нет. Но то, что художник писал свою картину именно здесь у краеведов сомнений не вызывает. Выходные будни здесь полно людей. Пилят, строгают, строят. Последнее обновление ключа было более 10 лет назад. Сейчас цель сжатые сроки уже к 9 августа. Дню, посвященному Святому Пантелеймону, когда сюда приедут десятки паломников, исправить то, что под открытым небом оказалось разрушенным. Был объявлен сбор 1 миллион рублей. Да, это большая сумма. И мы благодарны людям, которые и организациям, которые откликаются на наш призыв и тоже помогают нам участвовать в этом деле, реализовывать его. И у национального парка есть смета на обустройство этого родника. И как раз смета на миллион рублей и выходит. Поэтому такой суммы и заявили. То есть в ремонт входит сюда замена всего деревянного настила, замена ограждений, замена забора, который упал, замена крыш, замена частично каменных ступенек. То есть все, что покосилось, покривилось, это все требует ремонта. Большую часть денег внесли простые люди, кто по 100 рублей, а кто десяток тысяч. Волонтеры полную сумму не набрали, но в успех твердо верят. К проекту люди присоединяются и на недели, и на несколько часов. Когда есть одна цель для всех, вообще нетрудно. Здесь даже проходящие люди, которые пришли искупаться, если мы просим что-то для нас сделать, даже поднять доски или еще что-то наверх, они с удовольствием соглашаются и принимают участие. Люди видят, что люди делают что-то не только для себя, а для всеобщего блага, для многих людей. И они этим проникаются и тоже хотят в этом поучаствовать. Известный в Елабуке бизнесмен, общественник и художник, в проект пришел по зову друзей и сердца. Для работ не пожалел и ценных пород дерева. Так купель, например, будет обшито горным буком, привезенным из Дагестана с обработкой почти как шелк. У меня очень много друзей православных. И мне хотелось, чтобы они пользовались теми вещами, которые я их делаю. И хотелось бы, я еще раз повторяюсь, о том, что тут работают и мусульмане, и православные, и хотелось бы на этом проекте этих ребят, чтобы присутствовал Муллай, чтобы он сделал азан. Забота и обустройство родников у всех народов и во все времена была делом жизнеутверждающим, сакральным. Святой ключ близ Елабуки объединил людей разного вероисповедания, национальности, профессии, но с одной тягой к этому месту. Четыре тысячи лет назад, в эпоху бронзы, здесь жили люди. Это подтверждают археологи, а почти официальную историю источник открыл в 60-х годах 18-го века, когда после упразднения монастыря Святой Троицы здесь поселились три монаха. По преданию, по их молитвам забил ключ, который осветили в честь великомученика и целителя Пантелеймона. Теперь паломники приезжают со всего мира. Своеобразное «здесь был я», ленточки на ветвях оставили индусы. По поверьям, ветер разносит по миру ощущение счастья, которое испытал человек. Я сам с Челнов, но сюда приезжаю каждую неделю. Что тянет? Тянет само место, тянет купель, то есть окунуться, скажем так, в этой освещенной воде, это просто замечательно для меня. Окунаются здесь любое время года в закрытой ледяной купели или чуть более теплом озере, питаемом ключом. Считается, что добрые желания исполняются, и в этом никакой мистики. Когда ты ставишь свои какие-то определенные цели, мечты, ты можешь сюда прийти, попросить и окунуться, и ты на самом деле настолько заряжаешься такими эмоциями, ты выходишь из зоны комфорта, и у тебя появляется вот эта сила, и ты идешь и осуществляешь. Ключ Пантелеймона первое для меня это прежде всего это кардиотренировка, то есть я 12 километров езжу на велосипеде сюда, езжу примерно ну где-то лет 12-15 уже. И как только я об этом проекте узнала, я решила, что часть своего времени я могу просто инвестировать для того, чтобы ключ приобрел то красивое звучание и соответствовал тому облику природы, в котором он здесь расположен. Еще сто лет назад насчитывали семь подобных ключей вокруг Елабоги, сохранился только этот. Пока что вмешательства людей в природу минимально. Известно, что во времена купеческой Елабоги владельцы окрестных дач заботились об источнике, а добыча торфа на этом месте сто лет назад стала причиной образования озера. Изменение ландшафта привело к тому, что место это теперь считается еще и роддомом для диких косуль. Им легко передвигаться по торфянникам. Но все больше сотрудники национального парка слышат упреки и требования провести к святому ключу дорогу. Мы особо охраняем природные территории, и поэтому такие вмешательства, как строительство дорог, это вообще очень большая ошибка. На самом деле тогда эти места, они потеряют всю заповедность. То есть у нас и так национальный парк, он находится в таком урбанизированном регионе, да, и получается вот эта маленькая жемчужина, вот зеленая жемчужина, которую нужно сохранить. Пока что вокруг источника экологи и волонтеры выстраивают своеобразный круг охраны, своей общей заботой о нем. Для кого-то он место паломничества, для других шишкинские места, для третьих место, где можно дышать полной грудью. Но для всех святой ключ близ Елабуги это место силы, которое открывает сердца людей. Татьяна Тимошенко, Андрей Мохов, 7 дней. На этом у нас все. Всем наилучшие пожелания. Третьимся через неделю. До свидания. Здравствуйте. Лето неумолимо близится к своему завершению, но погода позволяет насладиться этим чудесным временем года. И август подарит нам еще одну жаркую, я бы сказала, раскаленную неделю. По данным сервиса Яндекс.Погода на юго-востоке температура воздуха плюс 28, плюс 30 всю неделю. Будет сухо и практически безветренно. Радует, что хоть в ночное время есть возможность остыть от дневной жары. Температура будет опускаться до плюс 15. Солнечный и жаркий антициклон и на северо-востоке Татарстана в понедельник плюс 31. В последующие дни температура на пару градусов станет ниже, но прохладнее от этого не станет. Установившаяся жара бьет температурные рекорды и в центральных районах. В понедельник плюс 34, во вторник плюс 31. В последующие дни около 30 тепла. Такая погода опасна для метеозависимых людей. Пожалуйста, берегите свое здоровье. На юго-западе республики температура перевалит 30-ти градусную отметку. Лишь к выходным ожидается послабление около 27 градусов выше нуля. По прогнозу синоптиков, на северо-западе в Казани сохранится сильная жара с максимальной температурой воздуха до плюс 33. Ночная температура тоже высокая около 20 градусов выше нуля. Вероятность осадков минимальна. Призываем вас не перегреваться на солнце, надевать светлую одежду и использовать головные уборы, а также пить больше воды. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова